Нет, нет, поборов не было. Говорить открыто, если в детском саду поборы никто из родителей не решается, дабы не портить отношения с сотрудниками дошкольного учреждения. По телефону же из семи опрошенных пятеро подтвердили факт сдачи денег на нужды сада номер 371. Первые тысячи посадок игрушки, потому что поступило жалость, что игрушек не хватало, и эти черты, что нам нужно, ну, ты, родители, оформление детских садиков, и плюс какие-то почки нужно было купить, пластмассовые, полотенчики. Заведующую детским садом Теремок на рабочем месте нам застать не удалось. Воспитатели объяснили, что она на больничном. Сами же обсуждать тему поборов отказались. Вы знаете, вообще-то никаких интервью нет, безразличное руководство. Первая жалоба о поборах от родителей-воспитанников детского сада номер 371 поступила в Рособорнадзор в мае. Тогда их просили помочь победить в городском конкурсе на лучшую игровую площадку. Для этого нужно было собрать по 500 рублей с каждого родителя для благоустройства. В начале осени понадобилось по 2000 рублей на хозяйственные нужды сада. Данное учреждение у нас является автономным. Они оказывают дополнительные образовательные услуги. У них имеется внебюджетный счет. И при правильном распределении денежных средств у заведующей была возможность приобрести и констовары, и хозяйственные нужды, и бытовую химию за счет небюджетных средств. Однако заведующий возложил всю работу на родителей. Сбор денег ввел родительский комитет. А вот нести ответственность за их действия придется заведующей. Между тем, действующее законодательство не исключает возможности помогать детским садам и школам материально. Но для этого должны быть оформлены определенные документы, подтверждающие, что это была благотворительность, а не требования. В этом случае договоры не составлялись. После первого случая поборов специалисты департамента надзора и контроля в сфере образования направили обращение в исполком с просьбой принять меры в отношении заведующей детским садом. Несмотря на это, женщина не перестала собирать деньги с родителей. Теперь в исполкоме предстоит вновь поднять вопрос о наказании руководителя этого дошкольного учреждения. В департаменте заявили, если до 25 ноября заведующий вновь не понесет никакой ответственности, тогда специалисты вынуждены будут обратиться в прокуратуру.